Украинский военный погиб на Донбассе сегодня. Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня. Стреляли по украинским позициям из запрещенного минскими договоренностями вооружения, применив минометы и гранатометы, обстреляли жилые дома в населенном пункте Хутор-Вильный. Никто из жителей не пострадал. Акватории Черного и Азовского морей загрязнены нефтепродуктами и горюче-смазочными материалами. Причина – большое скопление российских танкеров у берегов анексированного полуострова. Об этом сообщает прокуратура Автономной республики Крым. Это уже не первое нарушение экологических норм России. Украинские правоохранители отмечают – токсичные вещества создают угрозу для здоровья населения и окружающей среды. Еще у 224 украинцев подтвердили коронавирус, в том числе у 8 детей. В целом по стране уже 1892 случая заражения COVID-19. Самый высокий показатель в Черновицкой области – 302. Затем следует Киев, где зафиксировали 300 случаев. Как сообщают в Министерстве здравоохранения, с начала пандемии от COVID-19 умерли 57 украинцев, 45 вылечились. Уже 20 случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Ордло. Такие цифры озвучили самопровозглашенные власти, хотя до 28 марта они утверждали, что коронавируса там нет. За минувшие сутки с подозрением на коронавирус госпитализировали 13 человек, один из них – ребенок. Тесты на коронавирус в Николаеве все оказались негативными. Их специально перепроверили, об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Лешко. Он специально приехал в город из-за аномальной ситуации в регионе. Николаевская, напомню, единственная область в Украине, где нет ни одного случая COVID-19. В то же время местная власть не видит в этом феномена и не исключает, что до региона коронавирус дойдет в последнюю очередь. Дополнительные 320 тысяч таблеток для борьбы с коронавирусом получит Украина. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, этого хватит для бесплатного лечения более 22 тысяч тяжелобольных пациентов. Цей препарат прописан национальному протоколу лечения хворих на COVID-19 и используется для пациентов с тяжелым перебегом хвороба, вынятково в умовах стационарев, а также под пильным наблюдением лекарей и за письмовые сгоды пациентов. 21 машину скорой помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких передали в Одесскую область. Автомобили приобрели за деньги государственного и областного бюджетов в рамках проекта развития системы экстренной медицинской помощи. По состоянию на утро в области зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом. Сегодня мы передаем первую часть автомобилей. В ближайшее время, в ближайшие несколько дней мы передадим еще 24 автомобиля, которые выйдут на маршруты. И я уверен, что наша область будет практически полностью обеспечена в первоочередной потребности таких профессиональных машин. Также хочу добавить, что в ближайшие несколько недель будут поставлены на маршрут еще 85 автомобилей, которые будут закрывать потребности экстренной медицинской помощи в рамках нашей области. Кабинет министров и Нацбанк представили план поддержки малого бизнеса. В частности, упростят программу 5-7-9 и перенаправят средства на рефинансирование кредитов. Кроме того, с нуля создают еще одну площадку, сообщается на сайте президента. По словам Владимира Зеленского, это поможет сохранить рабочие места, а госбюджет не потеряет дохода в виде налогов. Малий бизнес подчас карантину страждает наибольше, адже в него немає такой великой финансовой подушки, как у великого бизнеса. Весь світ розробляет программы поддержки малого и среднего бизнеса. Рады, что за несколько дней удалось найти подобные финансовые инструменты, чтобы надать реальную поддержку сектору. За время карантина без работы остались более 40 тысяч украинцев, сообщают в Государственной службе занятости. Подать документы и встать на учет сейчас можно дистанционно. Получить консультацию по электронной почте и телефону. Материальную помощь от государства начисляют сразу же после получения статуса безработного. Таких в Украине сейчас больше 360 тысяч. Засеяно более 7% запланированных площадей. Посевная ранних яровых культур идет во всех регионах Украины. Лидируют Одесская, Херсонская и Донецкая области. В этом году запланировано засеять яровыми более 15 миллионов гектаров. Ранние зерновые уже они взошли. Это ячмених уже отсеяли у нас, подготовили почву. Сейчас ждут, когда будет подсолнечник и кукурузу сеять. Существенно сократить добычу нефти договорились Россия и Саудовская Аравия. Об этом сообщает агентство Reuters. Со ссылкой на источники в ОПЕК речь идет о сокращении на 20 миллионов баррелей в сутки. Это примерно 20% мировой добычи нефти. Сразу после сообщений о новой сделке цена на нефть начала расти, на лондонской бирже Brent превысила 36 долларов за баррель. Количество заболевших COVID-19 в мире превысило полтора миллиона. 89 тысяч человек умерли, выздоровели 340 тысяч. Новый антирекорд установили США за минувшие сутки почти 2000 смертей. Всего там выявлено 435 тысяч зараженных. Это самый высокий показатель среди других стран. А в Италии ситуация улучшается. За сутки от коронавируса излечились больше 2000 человек. Если число выздоровевших и дальше будет расти, правительство ослабит карантинные меры до конца апреля. Велосипед как альтернатива общественному транспорту во время карантина. Им пользуются и службы доставки и люди без собственного авто. Я сам начал набагато больше ездить велосипедом, потому что у меня нет автомобиля. И использовался альтернативным транспортом и велосипедом, а сейчас еще больше велосипедом используюсь. Мои друзей тоже много кто або себе взяли велосипед, або придбали, чтобы где-то можно было ездить по каких-то своих справах или в магазин. На велосипеде не только можно добираться быстрее до пункта назначения, а и поддерживать физическую форму. Это прекрасный засед профилактики разных заболеваний. Есть исследования, которые показывают, что велосипедисты живут на 5 лет дольше, чем не велосипедисты. И это также очень выздоровляет места загалом. Активисты обратились к правительству с просьбой возобновить работу веломагазинов и мастерских. Кабмин инициировал внесение правок различных в это постановление, поэтому была возможность включить эти правки уже в тот процесс, который происходил. Я лично активно в этом направлении работала, потому что я сама извела движение. Кабмин также разрешил работать магазином стройматериалов и химчисткам. В Виннице на время карантина закрыли местный зоопарк. Билеты не продаются, денег на питание животных все меньше. Они уже знают по часу, и когда они могут есть это ребята. Ежедневный рацион питомцев – десятки килограммов овощей, мяса, фруктов и рыбы. Десь 20-25 килограмм зерна идет. Это ежедневно. Плюс идут бананы, яблоки. Большим черепахам обязательно пекинская капуста, огурки, морква, буряк – это там само собой. О нехватке еды для животных волонтеры сообщили в соцсетях. Местные жители теперь приходят в зоопарк не только посмотреть на питомцев, а и покормить их. Принесли морковку, яблочко, бублики. А эта пара лебедей, перезимовав в зоопарке, переселилась на озеро в центре города. Для птиц местные мастера соорудили специальное гнездо. КОНЕЦ